Два человека шли к своей заветной мечте. Их путь пролегал между крутыми горными склонами и грозил опасностью. Однажды они остановились в раздумье, ибо еще издали увидели, что дорога, по которой они шли, оканчивается у ближайшего выступа скалы. Но дальше нет пути. Каким же я был глупцом, что поверил этим грезам? — подумал первый идущий. Сомнения, страх и неверие смутили его и избили с пути. Он поверил своим глазам, вместо того, чтобы поверить своему сердцу и своей мечте, и довериться им. Он развернулся и пошел назад, так и не добравшись до заветной цели. Второй идущий поначалу тоже засомневался. Он остановился в нерешительности, но в отличие от своего попутчика, он поверил своему сердцу и своей мечте, и усомнился в своем видении. «Не может моя мечта не сбыться, не может сердце обманывать. Наверное, что-то не так воспринимаю», — подумал он и решил продолжить путь в надежде, что случится чудо. Подойдя к повороту, он воскликнул. «О чудо!» Но никакого чуда не было. Когда он подошел к выступу скалы, он увидел, что дорога вовсе не заканчивается, как ему казалось, а незаметно сворачивает за скалу, за которую ее просто-напросто не было видно. Когда он повернул, то увидел небольшой отрезок пути, конец которой находился у очередной скалы. Дойдя до следующего тупика, вновь произошло чудо. И за склоном появилась незаметная часть пути, которая завершалась у виднеющего впереди выступа. Так он шел от одного конца пути к другому, от другого к третьему, а третьего к четвертому, и чем дальше он шел, тем больше открывался ему путь. В его сердце была решимость и вера в свои силы, а для целеустремленного нет ничего невозможного. Для него все, даже неудачи и падения, способствуют восхождению, становясь ступенью на пути к победе. Ибо они помогают увидеть ошибку и исправить ее, а также с новыми силами подняться с колен на ноги. Первый идущий так и вернулся домой, не пройдя своего пути и не достигнув заветной цели. Он до сих пор считает свою мечту невозможной, ведь он когда-то своими глазами видел, что пути дальше не было и живет прежней неудачной жизнью. А второй путник сам стал проводником, который указывает путь всем стремящимся, и учит он не бояться трудностей, неудач, ошибок и падений. Ибо из-за трудностей мы становимся сильнее, из-за ошибок можем отыскать истину, а из-за неудач и падений стать выносливей. То, что для первого так и осталось невозможной, невероятной, несбыточной мечтой и сказкой, для второго стало реальностью.